В матче пятого раунда пути регионов Кубка России футбольный клуб Тюмень принимал Владикавказскую Аланию. Обе команды, проводящие сезон в первой лиге в ранге аутсайдеров, провели ротацию состава, поэтому ряд ключевых игроков на стадионе «Геолог» не появился. Черно-белые больше владели инициативой в первом тайме, но довести дело до гола не смогли. Во второй половине активнее действовали уже гости. Команда Спартака Гогниева, известная необычными розыгрышами стандартов, продолжила эту тактику и в Кубке России. Только распечатать ворота Евгения Гошева она не помогла. Все всегда от стандартов зависит от передачи, ну либо от удара. Как это завалилось? Ну сегодня вот пробили, братан там снизу вытащил один, что-то. И угловые чуть-чуть там, ну и дошли. Так, все всегда от подачи все равно зависит. Мы играем зонально, каждый знает свою позицию. Ну это просто выкладывается на каждом стандарте, на каждом клочке поля до конца. То есть, да, смотрели, то есть, как бы это все красиво, здорово. Иногда там выходит у них забить голу, иногда не выходит. То есть, ну, здорово сыграли сегодня мы все. Основное время закончилось нулевой ничьей при паре неплохих моментов с обеих сторон. А серию пенальти точнее реализовали хозяева. Евгений Гошев отразил два 11-метровых. Его визави Георгий Натабашвили потащил один раз. Первую домашнюю победу Тюмени в сезоне принес удар с точки в исполнении Давида Шавлохова, который долгое время выступал именно за Аланью. Игорь Меньшиков на пресс-конференции сказал, что вы сами вызвались бить пятым. Почему? Ну, не знаю. Так решил. Просто пятым бьет. Было ли предчувствие, может быть? Ну, такое, да, предчувствие было. Хотел закончить это своим ударом серию пенальти. Так и получилось. Соперников в следующем раунде Пути Регионов Тюмень узнает в пятницу, 18 октября. А пока команда готовится к домашней встрече с Торпедо в первой лиге, 21 числа.